Как известно, у Николая Баскова было много женщин, но официальная, теперь уже бывшая, жена у него одна, Светлана Шпигель. Ларис Шпигель – предприниматель и государственный деятель. И именно благодаря ему в 2000-х годах все узнали о Николая. Практически сразу после знакомства у Николая и Светланы завязались романтические отношения. Когда они поженились, 27 января 2001 года, Николаю было 25 лет, Светлане – 20 лет. Многие удивлялись, как такой влиятельный человек, как Борис Шпигель, мог разрешить своей дочери выйти замуж за тогда еще неизвестного и бедного Николая. Однако Борис видел толк в Баскове и относился к нему как к родному сыну. Фактически он помогал семье деньгами и брал на себя все заботы. В 2006 году у Светланы и Николая родился долгожданный сын Бронислав. Поговаривают, что долгожданным он был только для Светы. Сам Николай всячески отлынивал от того, чтобы зачать ребенка. Бронислав получил двойную фамилию Басков-Шпигель. Через семь месяцев после рождения сына Светлана подала на развод. Причин для развода было много. Одна из них – постоянные разъезды Николая и отсутствие внимания к семье. Развели их только в 2008 году. После развода Светлана поменяла сыну фамилию. Теперь он только Шпигель. И тут уже двоякая информация. По одному источнику, Светлана запретила Баскову общаться с сыном. По-другому Николай и сам не проявлял никакого желания видеть ребенка. В одиночестве Светлана Шпигель долго не пробыла. В 2011 году она в очередной раз вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Вячеслав Соболев из Украины. Соболев был заместителем председателя правления Нефтогаза Украины и владельцем сети супермаркетов Обжора. Через год у пары родилась общая дочка Нина. Стоит отметить, что Соболев официально усыновил и первого ребенка Светы, сына Баскова. Через четыре года брак распался. Этому поспособствовала политическая обстановка на родине Соболева. После развода Вячеслав перестал общаться с бывшей супругой и детьми. Разочарованная Светлана Шпигель переехала в Израиль. Там она сейчас и проживает с детьми. Изредка наведывается в Россию. Здесь она живет в элитном поселке в Подмосковье.